Знаете, дорогие друзья, несмотря на колоссальное усилие государства, которое всемирно и разнообразно облегчает перерегистрацию российского бизнеса в России, огромная часть активов крупного частного российского капитала остается зарегистрированы в шоу. И это уже проявление несложности возврата действующего в России бизнеса в России, а проявление ясно выраженного нежелания у владельцев возвращаться на свою родину к источнику своих прибыли. Регистрация действующего в России бизнеса в офшорах лишает бюджет по-прежнему колоссальных доходов и способствует выводу из страны колоссальных денег, в том числе под видом завышенных роялти и платежей за юридические услуги. Но главная беда – это искажение мотивации и самоидентичности крупных частных капиталов, которые работают на территории нашей Родины. Зарегистрированные в офшорах они объективно воспринимают Россию как нечто постороннее, как объект эксплуатации, служащий лишь выкачиванию из него прибыли. Интересы России объективно чужды офшорному капиталу, а учитывая нашу потребность в налогах и прямо враждебными. Поэтому офшорные активы, работающие в России и составляющие до сих пор основу ряда ее отраслей, вне зависимости от воли их владельцев, управляются на основе интересов, чуждых интересов нашей Родины, а во многом и враждебных. Большинство офшоров контролируются спецслужбами США и прозрачно для них. Это объективно делает офшорные капиталы России зависимыми от враждебных спецслужб и в любой момент способными стать их агентами, нацеленными на нанесение нашей Родины вреда. Это делает необходимым принудительную диавшоризацию, поскольку возможности диавшоризации добровольной очевидным образом исчерпаны. Надо запретить регистрацию любых расположенных в России активов в офшорах. Все активы, вплоть до квартир, которые находятся в России и находятся в собственности сливого управления офшорных компаний, с моей точки зрения, должны быть переданы в управление Росимуществом. И все решения собственников в их отношении должны утверждаться Росимуществом. Понятно, что Единая Россия исторически против этого и уже кричит о коллективизации в сельском хозяйстве по этому поводу. Но тем не менее, в отношении крупных корпораций разумно заменять членов их совета и директоров на представителей государства, как сделала Украина в отношении российского Альфа-банка на ее территории, причем при полном одобрении мирового корпоративного сообщества. Таким образом, мировое корпоративное сообщество признало эти действия нормальными, соответствующими самым строгим международным корпоративным стандартам. Активы, не перерегистрированные в России за полгода, вот эти вот офшорные активы, находящиеся в России, должны быть конфискованы, разумеется, на основании решений судов. Пора принять стандарт отношений к частной собственности, закрепленной в основном в законе Германии, по которому частная собственность священно неприкосновенна, но только пока она служит интересам Германии. Точно так же должны быть конфискованы активы, которые будут перерегистрированы и в офшорных зонах в третьих странах, не являющихся офшорами. Собственность в третьих странах, да, пожалуйста, допустима, по крайней мере не враждебных России, но перерегистрация находящейся в России собственности из офшора должна быть возможной только в России. Прискорбно низкая, вероятно, не всегда заслуженная репутация российского государства как управленца, стоят весомым аргументом в пользу форсирования владельцами офшорных активов их перерегистрации в России. Если владелец офшора добросовестный, он будет стремиться перерегистрироваться в России просто из страха перед росым уществом. Если он недобросовестен, тогда и жреть его нечем. После возврата в нашу юрисдикцию активы не только станут объектами налогообложения, но и будут управляться в интересах, связанных с нашими. Хотя, конечно, правящие офшорные аристократии уже делают все, чтобы этого не допустить. Достаточно сказать, что аналогичный законопроект, который внес в Государственную Думу, год не рассматривался, а потом Единая Россия просто не стала голосовать, таким образом, однозначно ответив на вопрос, который я им задал с трибуны, что им дороже, прибыли наших врагов или жизни наших солдат. Ну, а представителями на канал развития, гордо отчитываясь по каждой перерегистрирующейся в России за офшора фирмы, они просто впадают в ступор при вопросе хотя бы численности офшорных компаний, которые по-прежнему владеют российскими активами. Им это не то, что неинтересно. Им это невообразимо, как можно вообще ставить такой вопрос. Спасибо. Спасибо.